Артур Парфинчиков передал в волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донбасса партию вещей первой необходимости, в том числе детское питание. Первая машина с гуманитарной помощью из Карелии была доставлена в Ростовскую область на прошлые недели. Сейчас формируется новая партия, которую отправят уже завтра. Любой человек, который с душой и сердцем, наверное, он не может сейчас поступать по-другому, поэтому мы все, члены правительства и просто работники администрации, министерств, ведомств, конечно, участвуем. И я думаю, это вот такое важное, наверное, мероприятие, в котором каждый может принять участие, посильное абсолютно. Дополнительные пункты сбора гуманитарной помощи развернуты и в районах Карелии. Из трех тонн груза жители республики собрали более тонны продуктов, детских канцелярских принадлежностей, средств гигиены, одежды и многое другое. В районах абсолютно разные организации, мы их только координируем, где пункты сбора сделаны. Это вот Костомукша у нас, Медвежегорский сейчас район, Беломорский. То есть все подключаются, кто-то на базе администрации, кто-то общественных организаций. Инициатива о сборе помощи нашла широкий отклик и у жителей Карелии. Я за Россию, хочу помочь нашему братскому народу. Но это не только я, у нас там есть эта группа Рубиконы, как бы девчонки понемногу, каждый пенсионер, и дали небольшую сумму денег, и вот привезла и продукты купила. В пунктах приема гуманитарной помощи трудятся волонтеры. Они собирают вещи и формируют груз для дальнейшей отправки. Я считаю, важно помогать людям, те, кто оказались в трудной ситуации, тем более, когда у тебя есть свободное время, и ты желаешь этим заниматься. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт находится по адресу улицы Держинского, 3, и работает в будние дни с 9 до 6 часов. Наталья Ильина, Владислав Будников, Служба новостей.